Кавказ в жизни Лермонтова занимал особое место и оказал огромное влияние на творчество поэта. Художественную экспозицию о творчестве Михаила Лермонтова, работы лучших мастеров декоративно-прикладного искусства Карачао-Черкесии представили на выставке Лермонтов на Кавказе, которую провели в Международный день гор в Тибердинском национальном парке. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Присутствие Лермонтова на Кавказе чувствуется всегда. Велик, богат аул Джимат, он никому не платит дани, его стена ручной булат, его мечеть на поле брани. Строки из поэмы Хаджи Абрек Михаила Лермонтова высечены на граните в Тиберде, недалеко от карачаевского селения Джамат, который он описывает в произведении. Насладиться творчеством великого поэта всех желающих пригласили на выставку в визит-центр Тибердинского национального парка Лермонтов на Кавказе, приуроченную к Международному дунью гор. И уже в фойе живая музыка создала атмосферу праздника. Всех собравшихся поприветствовал директор Тибердинского национального парка Олег Динаев. Все мы знаем его как поэта, но он, оказывается, был и талантливым художником. Несколько слов хотелось сказать об инициаторе этой выставки. Правда, он ушел из жизни, мы его помним, любим. Это у нас Захаров, у которого была мечта у нас на территории этого прекрасного зала сделать музей Лермонта. Но, к сожалению, он не успел все это сделать. Но мы продолжаем его идеи и надеемся, вам понравится. Даже хорошо знающие биографию и творчество поэта в этот день узнали что-то новое о Михаиле Лермонтове. Когда он шел в атаку, он снимал китель в красном, в красном, атласной рубашке. И никто его из горцев не стреляли. Говорили, это русский ашух, это поэт. Его не стреляли, и он умер не от рук. Его же послали на Кавказ, чтобы он здесь был погиб, но он остался жив. Но такой случай, что он умер не от рук. Горцев, которые его боготворили, уважали. А затем руководитель Тибердинского нацпарка вместе со школьницей разрезали красную ленточку. Отрывок из поэмы «Демон» представили собравшимся артисты Центра культуры Тиберды Театра Маски, а затем начальник отдела по развитию экологического туризма Тибердинского национального парка Марк Греков повел всех в увлекательное путешествие в мир творчества Михаила Лермонтова. Вы знаете, за свою недолгую карьеру он написал 14 картин маслом, около 50 акварелью, и до наших дней дошли около 300 зарисовок карандашом, тушью, карикатур, каких-то его жанровых сцен. В общем, у него довольно-таки колоссальное портфолио. В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а стал основополагающей темой, проходящей, видимо или невидимо, через всю судьбу поэта. Этот интерес был обусловлен несколькими причинами. Михаил Юрьевич бывал в этих краях неоднократно, начиная с детских лет. Впервые Михаил Лермонтов побывал на Кавказе шестилетним ребенком, когда бабушка Елизавета Арсеньева привозила его на воды, чтобы поправить здоровье внука. Кавказские горы, необычайная природа и люди поразили Лермонтова до глубины души, а его произведения впечатляют читателя уже много-много лет. Родившись более 200 лет назад, Михаил Лермонтов и по сей день остается одним из самых известных и любимых поэтов. Он прожил всего 26 лет, успев за такое короткое время создать множество гениальных творений, которые заняли свое почетное место среди лучших произведений российских авторов. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия.